Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! В эфире передача «Субельсос» и я ее ведущий Турсунбек Амурзаков. Гостем нашей студии является председатель правления Коалиции за зеленую экономику и развитие G-Global Рахимбекова Салтанат Тимиркуловна. Салтанат Тимиркуловна, мы вас приветствуем в нашей студии. Вы занимаетесь вопросами зеленой экономики. Что вас подвигло, что вдохновило заниматься проблемами зеленой экономики? Меня вообще вдохновил заниматься зеленой экономикой наш президент Нарсултан Абишевич Назарбаев. Он еще в своей докторской диссертате в 1992 году, который защитил на тему стратегии ресурсосбережения переход к рынку, обосновал, что охрана окружающей среды и улучшение ее, оно может быть экономически выгодным. А это основной принцип, ключевой принцип зеленой экономики. И поэтому его идеи строительства у нас в Казахстане зеленой экономики подвигли к тому, чтобы я начала заниматься реализацией собственно зеленых проектов. Поэтому я могу сказать, что в целом переход нашей страны в зеленой экономике, он стартовал в 2012 году, когда была принята стратегия 20-50 Казахстан. Это, можно сказать, зеленые рельсы Казахстана. К тому времени, если вы помните, мы выиграли тему Экспо 22 ноября за нашу страну проголосовало, насколько я помню, 144 страны, чтобы у нас прошла Экспо на тему зеленой тематики энергии будущего. Поэтому вот это все было хорошей предпосылкой того, чтобы создать такое общественное движение за зеленую экономику. Я с удовольствием принялась за его организацию, и поэтому в марте 2013 года появилась вот эта коалиция, которая на сегодня, знаете, стала таким общественным лидером пропаганды зеленой экономики, темы зеленой энергетики. И поэтому удалось за это время как раз написать книгу «Зеленый путь» Экспо 2017 и «Зеленая экономика», где удалось обобщить вот вклад в социальный капитал, который мы, зеленые общественники страны, за эти годы смогли организовать. И здесь, конечно, много было различных инициатив, различных проектов, которые легли в основу моей этой книги. Я очень благодарна своим единомышленникам, тем зеленым лидерам, которые в бизнесе, в науке, в неправительственном секторе, которые сегодня составляют зеленый цвет, скажем так, активный социальный зеленый слой казахстанской общественности. Светлана Тимирковна, вот наш президент говорит, что 21 век должен стать эпохой прорывных решений, проектов. И одним из таких решений, проектов должна быть зеленая экономика. Президент в 2013 году утвердил концепцию развития зеленой экономики. Вот с этого времени какие у нас изменения произошли в решении этой проблемы? Вы знаете, вообще, конечно, наш глава государства является одним из таких лидеров глобальных инициатив. Это и ядерное разоружение, это и евразийская интеграция, это съезд лидеров традиционных мировой религии, это Астанинский экономический форум, платформа G-Global, программа партнерства «Зеленый мост» и, наконец, конечно, Экспо. И в 2013 году была принята концепция указом президента о переходе нашей страны в зеленой экономике. Концепция уже реализовала, действует в течение пяти лет. Вообще, концепция перехода, она состоит из семи направлений. Это в том числе то, о чем вы мне задаете вопрос, это увеличение доли возобновляемой энергетики, это создание системы управления отходами, это повышение энергоэффективности энергосбережения, это органическое сельское хозяйство, это восстановление биоразнообразия страны. То есть во всех этих семи направлениях должно прописано, согласно этой концепции, много мероприятий. К примеру, по ВИА, к 2020 году должно быть 3% в общем объеме энергобаланса страны, к 2030 году 10% и к 2050 году 50%. Это очень амбициозная задача, учитывая, что сегодня, к концу 2018 года, мы имеем 1% ВИА в общем энергобалансе. Но что сделано, чтобы достичь к этим показателям индикатора? В этом году впервые в мае прошел первый раунд, а вот буквально сейчас в октябре, второй раунд аукционов по ВИА. Это совершенно новое направление. На кон как бы был выставлен 1 гигаватт. Должно было быть где-то 300 мегаватт солнечной энергии, где-то 700 мегаватт должно быть ветроэнергетики, где-то 75% это гидро и где-то 15% био, вернее биогазовыми установками полученная энергия. Так вот, что показал аукцион? Огромный интерес зарубежных инвесторов реализовывать у нас в стране такие проекты. Так как, ключевое, на 15 лет фиксируется цена. Например, на сегодня цена сложилась где-то на уровне 10 центов за киловатт. Инвестор что делает? Он приходит, участвуя в наших аукционах, получает, выигрывая, некий пакет со стороны государства услуг, предоставление земельных участков, доступ к определенным ресурсам, да, неприродным. Ну, то есть там подводка должна быть определенная, электрическая там и так далее. И РФЦА у нас система, которая, расчетный финансовый центр, который в течение 15 лет должен по этой фиксированной цене покупать электричество, и оно должно, в общем, энергобалансе расти, расти, расти. Так вот, у нас сегодня есть инвесторы и Европы, Америки, Азии. И цена благодаря этому стала 5 центов, да, где-то на уровне 20-22 тенге за киловатт. В то время как еще до этого, буквально два года тому назад, была принята такая стратегия, когда, по поддержке ВИА, когда были цены на электричество киловатт солнечное, было 34 тенге, например, на гидро где-то 28 тенге. То есть на уровне 10-15 центов была стоимость киловатта. Одного киловатта. Да, а сейчас оно вот зафиксировано по результатам ВИА. То есть один гигаватт уже будет электроэнергии, которая даст вот эти проценты наши очень нужные, да, в общем, объеме энергобаланса страны. Это новые технологии. И поэтому через год мы посмотрим, насколько эта инициатива нашего Министерства энергетики будет эффективно и качественно реализована. Возьмем другое направление, как, например, ТБО. К 40-му году, как минимум, например, должно быть где-то 95% наших полигонов соответствовать требованиям цены. Сегодня, к сожалению, они не соответствуют. Где-то 90% должен вывозиться мусор. То есть наша страна приняла такую стратегию, что это должно быть развитие раздельного сбора, это сортировка, это переработка вторичная. То есть мы должны реализовывать принципы ОСР, которые говорят о развитии циркулярной экономики. Поэтому очень важны проекты биоразнообразия. Здесь, например, те же наши международные доноры, которые у нас в стране работают, программы, как программа развития ООН, Евросоюз, ОБСЕ, например, помогают нашей стране переходить в зеленой экономике. Каким образом? Помогают нашей стране оформлять заявки в ГЭФ, это глобальный экологический фонд, ЗКФ, зеленый климатический фонд, чтобы привлекать в нашу страну не инвестиции, а гранты, чтобы на эти гранты можно было реализовывать зеленые проекты. К примеру, буквально в прошлом году через ЗКФ получены деньги на где-то 8 миллионов долларов. Эта программа развития ООН привлекла на то, чтобы у нас в Казахстане высаживать леса. Ну то есть это и есть восстановление биоразнообразия. Да, в прошлом году, в сентябре месяце, был подписан неморандум между Министерством сельского хозяйства и головным офисом в Нидерландах программы Фонд дикой природы о привлечении 10 миллионов долларов в течение 10 лет на восстановление или Балхашского резервата. То есть там на сегодня нету тугайных лесов, нет ни зайцев, ни кабанов, ни кусулей. Там тигры были когда-то. Были тигры, спасибо за подсказку. Вот эта программа как раз на восстановление тигров. То есть мы сегодня благодаря этой программе можем стать первой страной в мире, которая сможет вернуть вот на эти ареалы тигров. Самая главная, ключевая в этом проекте задача, все-таки не сколько возвращение тигра, это как бы венец, а в течение 20-30 лет восстановить деградированные территории вокруг или Балхашского резервата, понимаете, на этой территории, этого устья. Там все выжжено на сегодня, к сожалению. Человеческая деятельность нанесла непоправимый там урон. И теперь должны все это восстановить. То есть восстановление экосистемы. Я хотела о том сказать, что у Казахстана богатейшее, есть биоразнообразие, есть ресурсы, потенциал, которые восстанавливаем. Мы внесем огромный вклад в целом в улучшение экологии планеты. Замечательно. То есть есть хорошие примеры, когда зеленая экономика у нас идет большими темпами в определенных областях взаимодействия с международными организациями. Вот у нас, например, пример зеленой экономики с Родина. Иван Адамович Савар. У него стоит ветряная электростанция. Но он, как-то я с ним встречался, он говорит, что это очень хорошее дело. То есть он летом покрывает всю энергию своего поселка. И даже излишки есть. Но у него возникают проблемы. То есть он не может излишки свою энергию продать. То есть это проблема. То есть каким образом решаются вот эти насущные проблемы тех людей, которые говорят, что они хотят произвести, но наша система не готова к приему того, что, говорится, лишняя энергия появилась из-за ветра. И они его не принимают, не хотят принимать. Тогда как, например, в Европе, в других странах. Так, пожалуйста, ты выработал какую-то энергию, пожалуйста, отдавай. И по-другому можно забрать или по-другому использовать. Все правильно, все правильно, Турсубей Казьянович. Вы знаете, буквально вчера прошел гражданский форум, организованный гражданским альянсом Казахстана. Два дня вся общественность была здесь. Казахстанская. И в том числе зеленая общественность. И у нас была замечательная встреча с министром энергетики Бузумбаевым, Канатом Забергеновичем. И там задали именно эти вопросы о том, что как быть с малоэнергетикой. Потому что мир поддерживает малую энергетику субсидиями, инфраструктурой и так далее. И он также сказал, мы тоже сейчас взялись за эту программу. Мы готовим сейчас программы, готовим свои предложения, чтобы вместе с общественностью это обсудить, внести соответствующие поправки законодательства и создать соответствующие документы, согласно которых, чтобы можно было излишки продавать. Там же должна быть хорошая цена, мотивирующая население. Почему в Германии настолько очень хорошо продвинулись? В Германии электричество, выработанное населением через установление панелей на своих домах, ветряков, стоимость была завышенная, чем они могли бы получать традиционная энергетика. Была хорошая система мотивации, чтобы чуть ли не на каждом доме были установлены вот эти оборудования. Кстати, вот у нас одним из вдохновителей таких контентной части нашего Экспо был международный экономист, известный Джереми Ривкин. У него есть замечательная программа, которую он предложил Европе, и он его описал в своей книге «Третья промышленная революция». Это первое. Два миллиона объектов, это все жилые дома, социоофисы и так далее в Европе, они имеют вот этот потенциал того, чтобы если на крыше установить солнечные панели, на фасаде установить гелиоустановки, в подвале использовать подземную или, как мы говорим, тепловую энергию. Вот это все вкупе позволяет каждому объекту стать самостоятельным объектом, генерирующим ВИА, электроэнергию. И то есть каждый объект может стать самостоятельным, который будет вносить хорошую, вот тем, что он получает эту энергию и не употребляет традиционно, уменьшает, вносится хорошая лепта в общем в улучшение экологии. Так вот, вот эта тема та же была в основе нашего Экспо, чтобы вся территория Экспо, она генерировала собственную энергию ветра, солнца, мусора. Поэтому темы эти очень важные и нужные, которые должны хорошую находить поддержку. И это мотивировало тому, чтобы население Казахстана, благодаря теме Экспо и в целом концепции зеленой экономики, стали больше интересоваться такими технологиями. Один из самых удивительных примеров, который вы назвали, это вот Родина. У нас есть семь центров зеленых технологий, которые созданы общественниками и бизнесом. Например, такой же пример могу привести в Кустанайе. Под Кустанаем 5 километров. У Галины Шнайдер есть зона отдыха, куда она установила ветряк господина Болотова. Это один из удивительнейших наших ученых, который достаточно в пощадном возрасте, но продолжает генерировать его роторные ветряки возле дворца школьников здесь, это возле аэропорта вот в Астане. То есть такие технологии, они становятся доступными для заинтересованных лиц, для бизнеса, для граждан, для того, чтобы они могли население у себя использовать. 3-5 киловатт есть солнечные панели, есть небольшие ветряки. Вот мы уходим от больших лопастных роторные, то есть те, которые более безвредны, и они экологии безвредны, потому что лопастные там на уровне 3 километров, растительность плохо растет, там птицы не летают и так далее. Поэтому вот эти новые модификации таких технологий, таких оборудований, установок, это как раз то, что дала Экспо. Благодаря Экспо мы собрали со всего мира удивительнейшие изобретения. Вы говорили про сельское хозяйство, мы же все-таки аграрное государство. Да, вы знаете, у нас в стране 33 хозяйства зерноводческих, которые культивируют именно органическое зерно. А как они это доказывают и почему растет экспортный потенциал? Хорошо, что мир узнает, и они доказывают, что это органическим способом выращено зерно. Для этого лаборатории в Берлине и в Анкаре, в Турции. Мы говорим о том, что у нас должно быть собственные такие сертифицированные лаборатории, которые признаны будут, и можно было тем самым помощь нашим товаропроизводителям. Потому что они для того, чтобы это доказать, все это отправляют, приезжают оттуда эксперты, все это замеряют и так далее. Это первое. Это если мы говорим о крупных хозяйствах зерноводческих. Вы хорошую тему затронули, органическая овощная продукция. Она реально должна сейчас заполонить все наши прилавки, потому что, к сожалению, на наших прилавках еще она не заняла достойно свою нишу. В Европе, если попадаете в магазин, два прилавка друг против друга. Здесь синтетическая, то есть выращенная на химикатах, и здесь органическая. И она в 2-3 раза дороже. Это культура, то есть это создан хороший спрос. А у нас, мы априори, наше население, в принципе, пользуясь нашей сельхозпродукцией, которая, к счастью, еще не загрязнена. Нету, не были наши поля настолько много обработаны ни пестицидами, ни химикатами. У нас есть еще хороший потенциал миру заявить. У нас земли чистые. Нам нужны технологии, нужны инвестиции. Мы готовы выращивать продукцию. Это, наоборот, очень хороший экспортный потенциал, наращиваемый за счет того, чтобы вы развивали эту отрасль. Так вот, для того, чтобы это не было далеким будущим, а уже сегодня и сейчас, мы могли показать эффект от того, что население, особенно близ крупных мегаполисов, чтобы они выращивали в теплицах, в огородах органическую продукцию, мы развили хороший, такой красивый проект в Арнасае. Он называется Первое зеленое село Казахстана. Там где-то 300 домов. Мы в 100 домах раздали капельное рожение, семена, помогаем им удобрением, органическим удобрением. Технологии сопровождаем, как это все выращивать. И радует, что эти за 2-3 года эта продукция стала потихоньку поступать в магазины Астаны. Но это малый объем. Мы хотим это тиражировать. Салтанат Тимриконовна, мы сегодня очень хорошую беседу провели, вы очень интересно рассказали. От мирового уровня вы просто рассказали практическую плоскость. Как можно использовать зеленые технологии в домашних условиях? Салтанат Тимриконовна, большое вам спасибо за интереснейший рассказ. И большое вам спасибо за то, что вы потратили свое время. И я думаю, что у нас будет еще дополнительная встреча. Уважаемые телезрители, мы на этом завершаем нашу программу. Хош савбал анздар. Уважаемые телезрители, мы на этом завершаем нашу программу.